приветствую всех чеканутых и долбанутых на теме влажного классического бритья таких же как и я братцы здравствуйте сегодня пришла посылка точнее не посылки и посылками то их трудно назвать скорее всего две бандероли от компании яки грейстеньки сомать небольшие посылки такие все-таки мы будем наверно старый формат переходить тому что никак я не привык называть вещи своими именами бандероли бы они посылки два небольших пакета будем так толерантный политкорректно не вашим не вашим за копеечку не спляшем и хорошо проминаются и можно знаете по ощупь определить что в них находится находится в них здесь голова для бритвенного станка новинки значит а здесь ручка что за новинки мы сейчас с вами посмотрим хотя я знаю что уже те люди которые интересуются которые уже давно в теме они уже все обсмотрели все уже прикинули и знают что и какие новинки и когда выпускается еще не выпустила компания они уже все знают я начинаю завидовать таким людям потому что мне самому интересно откуда они добывают информацию это тоже очень интересный вопрос и сразу вторую мы хрясь хрясь без шума и почти без пыли если не считать два клочка которые оторвались от этой бандероли от этого пакета на планшет так ну сразу видно да что это ручка и стала быть голова не будем откладывать долгий и дальний ящик посмотрим пощупаем потрогаем по весу сразу думаю что нержавейка кстати насчет нержавейки о ручка красавица сейчас моя любимая моя вакуумная упаковка будет сейчас уничтожена полчаса за кадром в общем то и все и всего делов так дальше посмотрим на голову я тоже думаю что они сейчас последнее время компания стала относиться очень серьезно к этому делу делают не только бумагу такую которые все-таки может порваться видите вот такие вот бывают но вот полиэтилен который туго-туго в общем то впаян выкачан воздух и все хорошо да кому как бритвенную станку наверно не очень там дышать вот такие вот у нас предметы сегодня сейчас я за кадром все это быстро распакую дабы не затягивать обзор открыть эту вакуумную упаковку не предоставляется никакой возможности не употребив так сказать не цензурную речь не цензурных оборотов но именно для этого она и существует для того чтобы помогать нам в такого рода делах так все распаковано все блестит все нержавеющая сталь ручка в форме дротика все красиво кстати насчет нержавеющей стали сейчас будем мы с вами рассматривать и попова попутно попытаюсь комментировать посмотрим значит на нижнюю плиту полюбуемся по обработке по глянцу просто все супер кстати насчет вот что хотел сказать насчет нержавеющей стали все чаще компания яки начинает обращаться именно к этому материалу и что меня лично несказанно радую радует потому что этот материал является одним из моих любимейших даже сказать самым любимым что касается станков до голов для значит станков бритвенных это просто для меня сказка для меня чудо для меня это просто какая-то душевная отрада если хотите видите хотел сказать второпластовое кольцо хотя это не второпластовое кольцо а силикон он очень тонкий и в общем то наверное один из минусов которым можно приплюсовать к этому этой голове остальное все прекрасно посмотрим логотипы есть ли на торце обычно сейчас делают не а есть ну как нету хотел сказать нет очень мелко но детализировано посмотрите видите значит компании яки логотип прямо на торце единственное может быть минус таких станков то что они залапываются моментально и в общем то немножечко теряют свой вид хотя в бритье когда мы бреемся это ничего не заметно мы их не лапаем мы их на показ не выставляем так что здесь мы получаем полный кайф полную бритвенную нирвану так здесь посмотрели на верхней плите посмотрим обработка внутри конечно не в зеркало но собственно говоря мне это не особенно тревожит видите еще даже клеевые штрихи остались от вакуумной упаковки если заметно вот здесь в этом месте вино везде в общем-то у спиртом или просто можно под водой это все промывается но почему я говорю что это не совсем заботит тому что ну не видно ее до лезвие ставил закрутил положил нижнюю плиту до закрутил и забыл и одно здесь совершенно другой калинкор здесь все здорово и вы знаете я даже вот себя спрашивал хотел ли бы я чтобы была полировка на внутренней стороне плиты и не могу себя ответить надо это или не надо но может быть самые придирчивые скажут да должно быть все в зеркало все в глянец все блестеть и внутри и сверху и там где мы видим и там мы где не видим но это уже второй вопрос меня как-то не особенно это заботит здесь прекрасная снаружи не обработка никаких зацепок никаких точек никаких царапин нет и посмотрим на ручку посмотрим на ручку такая довольно-таки рифленая может быть не стандартная насечка знаете ли где в диагонали поперечная продольная но все равно все здорово не вот такие вот кстати вот насечки ни к чему не обязывающие как бы они кажутся что они очень скользкие на самом деле нет даже если не глубокую сделать такую накатку да вот в этом плане то все уже будет цепляться руки цепляются пальцы застревают там никуда не дал не давай не давая проскользнуть бритвенному станку здесь посмотрите на пятки логотипов нет хотя уже сейчас часто стали делать добрый вечер я диспетчер так все увидели все договорится засветился вот тоже красиво все здорово сейчас мы посмотрим по весу сколько это будет в граммах или килограммах да у кого как у меня все время в граммах почему-то посмотрим отдельно плиту многие из наших говорят надо взвешивать знаете ли отдельно отдельно значит верхнюю и нижнюю плиту я сейчас сделаю это быстро вот у нас нижняя получается 23 и 4 и вот она верхняя зачем тогда надо делать не знаю но люди просят почему бы не сделать мне не трудно здесь 15 и 8 а вот все в спайке нужно кто знает хорошо математику с плюсовали вылетел у меня кольцо это да видите а здесь в целом голова получается 39,2 грамма и посмотрим как она будет с ручкой ну ручку отдельно тоже просят все отдельно просят вешать 64,5 грамма на наших экранах и сейчас посмотрим как с этой как говорится нержавейка с нержавейкой будет сколько весить еще раз попробуем на пятку поставить чтобы а тихо спокойно а вот почему-то с головой уже не хочет она стоять то ли баланс как-то не находит или я не нахожу или стол кривой или руки до одно из трех ладно положим вот так и взвесим я думаю что картину сейчас с вами точную дадим 103,8 грамма здорово красиво весело нарядно но не тут то было вроде можно было заканчивать распаковку ах да я же не показал молодец как это все в сборе сейчас еще лезвие вставим посмотрим как с лезвием ну смотрите вот я уже который раз говорю наверно 150 раз говорю красота красиво великолепно здорово ну здесь знаете здесь даже можно помолчать и просто полюбоваться последнее время компания яки не делает таких каких-то ужасных станков некрасивых да и не в общем то никогда и не делала посмотрите поближе все здорово все ну просто на высшем уровне и по обработке и как говорит один несознательный вид шевер изрезание и по красоте все да и по логотипам все по бандитскому форсу все просто на высшем уровне тяжелый вес приятные в руке лежит здорово как в бритье будет не знаю ни разу не пробовал посмотрим пощупаем да побреемся так и осталось нам ставить лезвие в общем то весы можно убирать или хотя вы знаете вот тоже есть особенно сейчас модно вконтакте писать роман после обзора знаете так это постфактум такой роман ты не взвесил с лезвием дома на свете с лезвием с лезвием взвесил роман ты не показал вылет показал вылет роман надо было отдельно взвешивать пати ну каждый кулик свою болото хвалят у каждого свои вкусы узнаете иногда просто честно говоря забываешь что-то сделать потому что пытаешься как бы по верхам по-быстрому это не бритвенный обзор это распаковка вроде посмотрели по полюбовались и что еще дальше а вот видите вот такие нюансы и кстати правильно в общем то эти наши товарищи обращают на них внимание потому что из мелочей складывается целые полная картина влажного классического бритья должна быть отображена здесь я тоже не всегда прав иногда показываю быстро немногим это нравится по вылету посмотрите сами по бликам во первых он ровно стал все то есть никаких скосов перекосов нет по вылету посмотрите я не знаю видно или не видно опять я повторюсь насчет бликов иногда блики либо увеличивают вылет либо уменьшает тут как света тень встанет да но так визуально все ровно нет такого что с одной стороны больше с другой меньше или как-то криво косо встал хотя вообще не старался бросил лезвие и забыл осталось нам что с вами буквально взвесить я не могу узнать я когда начинаю что-то обсуждать я ловлю себя на мысли что начинаю любоваться и ухожу в бритвенную нирвану надо записывать обзор да надо его двигать вперед и надо продолжать значит просматривать станок а насчет ушек нет насчет ушка то вот хорошо что ну может быть если прям вот туда залезать где-то там цепляется но они не выглядывают вот здесь вообще нет кстати даже странно здесь вообще не цепляется видите вот даже ногтем а вот здесь ну может быть вот чуть вот есть туда залезть чуть-чуть зацепиться но никакого вот визуально не отдайте вот вылезает особенно многие которые приверженцы того что он плохой станок если вылетает лезвие с торцов хороший который прячется вот для них я это именно дело для них я это показываю все ничего особенно не вылетает там не порежетесь не поцарапаетесь не беспокойтесь осталось осталось нам взвесить станок так и что у нас на весах она на весах нас 888 миллионов 888 1888 так попробуем с лезвием и с лезвием этот станок будет весить стало быть 104 целых три десятых грамма красивейший станок замечательный но просто я говорю кто что научились делать красиво то что научились сделать эффективно это мы уже с вами не раз в бритье проверяли проверим и на сей раз единственное что может быть кому-то покажется мягким и кому-то агрессивным кому-то средней агрессии это уже дело вкуса это уже дело каждого бритвомана в отдельности кому-то нравится агрессивные кому-то мягкие кому-то просто эффективный не агрессивный это уже 5 10 и 13 дело так что в принципе мы с вами уже все обозрели здесь для антуража мы сделаем еще раз полюбуемся на этот красивейший станок действительно и ручка и голова производит впечатление вернем к коробке на родину дабы получить полную картину происходящего и на этом будем заканчивать я желаю нашим бритвоманом до бритвоманом со стажем начинающим акулам мастодон там всем вместе я вам желаю бриться от души бриться для души и бриться с кайфом до новых встреч